Снаружи здание 27-й школы Бреста в эти дни выглядит вполне привычно. Чего не скажешь о помещении столовой. На её месте сегодня настоящие руины. Повсюду бетонные глыбы, строители и гулы работающей техники. Однако такое временное неудобство здесь готовы потерпеть. И даже рады переменам. Ведь капитальный ремонт в учреждении образования не проводился с момента его основания, далёкого 1987 года. В этом учебном году мы отпраздновали 35 лет в школе. И за весь этот период капитального ремонта на пищеблоке не было никогда. Постоянно поддерживалось санитарное состояние, проводились текущие ремонты, но капитальный ремонт наконец-то в этом году пришёл к нам. Спасибо власти АМУК города, администрации Ленинского района города Бреста, что они всё-таки уделили нашему пищеблоку внимание. В школе обучается 1017 учащихся, из них 96% питаются в школе. Значит, в 2023-2024 учебном году наша школа вступает в инновационный проект по питанию. И, естественно, вот этот ремонт нам очень необходим. Зал приёма пищи размер не поменяет, однако будет существенно модернизирован и полностью изменит свой вид. А вот территорию пищеблока для удобства пользования ждёт разделение на несколько зон. Для приготовления пищи, хранения овощей. Здесь появится также мясной, молочный и рыбный цех. Будет закуплено современное качественное оборудование. Строительные работы проводятся силами предприятия Полесье и Жилстрой. Работы начали 1 июня в этом году. Заканчиваем, должны по договору закончить 15 августа уже, чтобы с оборудованием, чтобы работал уже пищеблок. Сегодня производим демонтажные работы, уже их заканчиваем. Дальше будем перепланировку делать, кирпичные перегородки, стяжки, замена окон. Ну и попутно закупаем материалы на отделочные работы. Стоит отметить, что капитальными или текущими ремонтами этим летом традиционно будут охвачены все учреждения образования города. Помимо этого в Бресте идёт масштабная работа по подготовке, завершению строительства и возведению новых объектов. С 1 сентября текущего года планируется ввести в эксплуатацию новый сад в микрорайоне ЮЗМР-5 на 350 мест. Началось строительство детского сада в микрорайоне Вулька-3 тоже на 350 мест. Начато проектирование детского сада в микрорайоне по улице Лейтенанта Рябцева на 190 мест. Начато проектирование школы в юго-западном микрорайоне 5 на 1120 мест мощности. Все эти объекты финансируются из областного бюджета, поскольку включены в программу инвестиционных объектов Брестской области. Кроме того, за счёт средств областного и городского бюджетов планируется модернизация пищеблоков в средних школах 18 и 31. Все работы планируется завершить к середине августа.